Друзья, всем большой привет! Пятница, мы вышли на прогулку. Но не на молитву, если что. Да, да, мы приближаемся просто к старому городу, поэтому здесь слышно. Мы сейчас будем ближе подходить, и я вам буду показывать. А сразу я хочу, чтобы вы сегодня обратили внимание на мое платье. Да, вот так вот, я сегодня вам покажу свое платье. Смотрите, какое красивое. Это мне, кстати, купил Игорь. Он когда был в Турции... Кто этот Игорь? Муж мой. Да, он мне купил, сам на свое усмотрение, сам выбрал. Он только спросил у меня, какого цвета тебе купить. А это был март, поэтому мне хотелось все черное. И вот у меня такое красивое платье. Сколько можно? Ну, чтобы ты полностью была видна. Все, не упади. Вот червона белая. Вертайся. Вертайся, это возвращайся. Да, мы белорусы, наша родная мова белорусская. Поэтому на русском, к сожалению, не всегда у нас литературная речь. Бывают о грехе. Да, и я, если честно, иногда не понимаю каких-то его замечаний, что кто не так сказал. Эдак не так сказал. Даже не понимаю. Ну, мы так говорим, да. Да, то есть у нас не уроки литературного языка, поэтому уж простите, если где-то в разговорной речи что-то будет неверно сказано. Но я стараюсь. Я еще заметил, что когда общаюсь с ребятами, кто англоязычный, да, их вообще не парит. Ну, главное, чтобы понимание было, да, как ты там сказал то или иное слово, никого не волнует. Да, и все-таки, ну, надо помнить, что мы белорусы, естественно, русский язык, это не наш родной. Да не только белорусы, есть ребята из Казахстана, там, русскоязычные. А у меня, я выросла вообще в деревне, я всегда говорю, это не мой родной язык. У нас свой диалект, я длительное время на нем разговаривала. Размавляла, наверное. Размавляла, да. Поэтому, что русский, что другой язык, это все выучены. Да, конечно, спасибо всем за замечание, что у нас поправляете по некоторым словам. Да, я буду, на самом деле, конечно, я стараюсь говорить правильно, а я буду стараться. Я белорус, говорю, у нас вот и русский, и белорусский, поэтому я говорю как умею. Поэтому уж, увы. Давай ребенка заберем. Еще сейчас сербский с тобой выучим, так еще новые словечки будут. Мимо игровых площадок, игровых домиков мы не проходим. Ну и прекрасно, что они здесь есть. Доминик, зачем ты ложишься, сынок? А, потому что ему ногами ноги задерживают. Ну вот, видишь, больно, сыночек. Иди, пожалею. Это мы идем сейчас по самой уже набережной. Там, видите, море. И кафе расположено вдоль. Мы еще как-нибудь покажем. Мы еще как-нибудь покажем вечернюю прогулку обязательно. Папа все время в телефоне. Это наша беда просто с этим телефоном. Остановка. Полюбоваться морем. Олесь тоже любуется. Я на письмо ответил. Отвечай. Осторожно, сынок. Спасибо. Мы здесь, наверное, не будем. Мы здесь прогуливаемся. Скажут, смотрите, сколько много катеров сдается на прокат. Можно взять в аренду. И прокатиться. Хочешь на рыбалку. Хочешь просто на прогулку. Тогда хочешь. Хочешь романтическое плавание. Вот мы уже возле стен старого города. Там есть вход. Надо зайти. Такой огромный колокол. Там вон вход. Пошли, Доминик. Там есть вход. И мы зайдем внутрь. Посмотрим, что там внутри. Там собака уже какая-то лает. Это такая немножко окрестность. Это все стулья, а не эти. Они заградительные барьеры. Я, если честно, думал сначала... Я из Беларуси, да? И вы все время думаете, что это заградительные барьеры, чтобы людей там, так сказать, ограничивать. Нет. Но это стулья. Я так даже не думала. Это же видно, что стулья. Посмотри, издалека видно, как лабиринтики такие. Как будто бы специально. Да, барные столы и стулья. Там Король Стефан написано. Король Стефан, да. Стефан, это очень популярное имя. Точно, в этой локации имя твое вообще никого ты им не удивишь абсолютно. Смотрите, собака. Смотрите, я думаю, что это за звук. Вы видите? А там такие волкодавы. Видишь? Да. Класс. Красивые такие, да. Видите, стульки у улицы? Даже наш Олесик. Олесик не видит, но просто ревкает. Да, не знаю, где-то слышит. Да, вот такая узенькая улица. А что здесь, а что здесь интересное расположено? Это и магазинчики. Смотрите, какие узенькие улочки. А это, то есть это жилая часть города? Или это не уточнило? То, что здесь магазины, они работают. Это сто процентов. И номера, и магазины. И номера сдают, да? Да, и номера, и магазины. Ну вот магазинчик проходим. Да. И номера, и магазинчики. Да. Слушай, ну такая узенькая улочка. Можно купить всяких церковных штук. Церковная лавка. Да, там с иконами и прочими церковными атрибутами. Вот Саша и Лилакс. Не муравейник. Давай пройдем. Девушка тоже снимает. Ой, конечно. Вот это колорит, правда? Это прачечная, да? Да, прачечная. Ресторанчик здесь. Видите, с какими. Старый утюг стоит. Вот такие аккуратные, красивые столики. Очень уютное кафе. Ну, джейбанкомат рядом стоит. Можно, если нужно, деньги снять. Милое кафе. Вафельки вон готовят с лутеллой. Вот так красиво. Старый город. Что, ничего не захотели? Что здесь, пицца? Да, пицца. Прогуливаемся по этим улочкам. Слушай, мне здесь так красиво, что я иду, и вот такая улыбка на все лицо, да? Люди в ответ тоже улыбаются, думают, что это я прям им улыбаюсь. И мне на самом деле... А я на самом деле от того, что здесь... Прикольно. Ну, мега прикольно. Очень красиво. Сувенирная лавка. Надо здесь фотографию обязательно сделать. Видишь, вот тут везде такие маленькие заулочки, улочки. Очередное кафе. Очень много кафе, пиццерии. Тут у нас продаются... Украшения, часы, текстиль. Гулять для пиццы. Вот банкомат, пожалуйста, тебе еще один. Конечно, чтобы деньги тратить, надо же деньги с ним. Ты прав. Здесь больше любят наличные, мы же отталкиваемые по карте. Вот что есть, то есть. Мы, конечно, картой не везде рассчитаешься. В этом старом городе центральная площадь. Это центральная площадь, да? Да, да. Я тоже хочу возле этой двери. Смотри, смотри, я там хочу сфотографироваться. Просто нескончаемые улочки малюсенькие. И очень много сувенирных лавок, магазинчиков. Слышишь, старый город превратился в торговый центр? Да, старый торговый центр. Старый город, новый торговый центр. Да. Все везде. Да-да-да, видите, магазин, а там вот как. Тут столько кафе. Слышишь, тут столько кафе. Молодцы, да. Все людям есть, как на старом городе. Кафе на кафе. Все сюда приходят. Кусова. Башня. Смотри, вон башня. Слышную жизнь-то не видели. Да, башня. А вот она от Ваники, кстати. Сейчас подойдем, посмотрим, что это костер. Церковь. Это церковь. Церковь Святого Ивана. Святого, да, Ваньки. Да. Я думала, костер. Нет, а это не костер, это церковь. Снимать нельзя. Снимать нельзя, да. Ну тогда вы посмотрите, я снимать не буду. Да. Ну, собственно, здесь же больше православных, чем католиков. Да, здесь больше православных. Как громко звонят колокола. Доминик просто замер, слушая, как звонят колокола. Еще один красивый вид. Мы возят цитадели, оборонительной крепости. 1836 год датируется. Мне кажется, она старше. Ну там было указано 1836, мне тоже казалось, что старше. Считается, может быть, ресторан там у тебя с 1836 год. Ну, точно не ресторан. Давай уже не утрировать. Там ним пахнет. Нам говорят. Мы зашли в кафе. Кто больше всего хотел в кафе? Доминик и Стефани и папа. И ты хотел сильно, да? Ну да, мы просто прогуливались, шли из старого города и зашли в кафе. Сейчас посмотрим. Ну, просто зашли и все. Сейчас посмотрим, что нам принесут. И расскажем вам, насколько это вкусно. Мне тут принесли напиток. Лимонад с лимоном кислый. И Доминик такой, не, мама, ты мне отдай микс. А себе, пожалуйста, забери вот этот лимонад кислый. Дети у меня голодные, накинулись, все едят, кто что видит. И Доминик и Стефани забирает себе и ест. А чего он забирает? У него же то же самое. Сына, смотри, у тебя же вот и картошка. Доминош, смотри, как курица классная. И курицы у тебя много, филе. Давайте. А Стефани бургер захотела. Ну что ты, я покажу, что там в Стефани. В Стефани бургер, картошка с плесковицей. У них все блуки с плесковицей они делают. А у папы карбонара. Мы точно такую же карбонару покупали за 2,5 евро. Где за 2,5 евро? Да, когда в Херцегнове были. За 5? Да. А, точно, за 5 я уже забыла. А здесь 9. Суть такая же, да. Тихо, тихо, сынок, ты разошелся уже. Давай вилку возьми. Ты мой уже хороший. Вилка, вилка, Доминик. Вилка, вилка. И все. Мы тут уже с Домиником катаемся. Папа оплатил чех. Сколько ты заплатил за ужин? Да вообще немного копейки. 37 евро. 37 евро, да? Ну, стоило это ужин. 115 рублей по-белорусски.